На перекрестке у жил массива строитель, в результате аварии пострадала женщина, сидевшая за рулем Мазды фамилия. С инспекторами остались объясняться мужчины, водители двух других попавших в ДТП автомобилей. 30-летний шофер Тойоты Харьер ехал из южной части города, автолюбительница ему навстречу. Женщина хотела свернуть на улицу Флегонтова, маневр она начала на желтый свет. Получается я на желтый проезжаю, чтобы экстренную остановку не делать. Потому что сзади машина идет, я вижу девушку и не смотрю, что едет машина, по главной. Начинает маневр на лево, ну а Камри, я не знаю, ему желтый моргован и поехал. Третьим участником столкновения стал 61-летний водитель Тойоты Камри. Его автомобиль находился у стоп-линии по улице Флегонтова. Пенсионер ждал, пока на светофоре загорится разрешающий сигнал. Первый удар между ними был и потом на вас. Да метров пять машину несло, я надеялся, что не донесет до меня. Донесло. А вам никуда тоже вы не могли, никуда назад сдать или... Я не успел сориентироваться, я потом не знал, у меня аж машина задняя подпили. Тогда бы я был виноват, если бы я назад начал сдавать. Мужчина уверен, аварии бы не случилось. Вспомни его оппоненты, что желтый свет – это не последняя надежда. Ну, желтый – это тоже запрещающий сигнал, светофор. Желтый, на него нельзя ехать. Раненой Хабаровчанке в больнице поставили диагноз – перелом ноги. Госпитализации предшествовала спасательная операция. Искореженные двери не позволяли женщине выбраться из машины. Чтобы помочь пострадавшей, на место событий пришлось вызывать сотрудников МЧС. С места происшествия Валентин Борозняк, Анна Карпова и Павел Гагатин.